Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова. Вы находитесь на моём канале, и сегодня у меня в гостях моя бабушка Эмма Васильевна. Я хотела бы, чтобы бабушка мне рассказала о своих воспоминаниях о войне. Да? Да. Бабушка, сколько тебе было лет в 41-м году? 9. 9 лет? 9 лет. Хорошо. И какое у тебя было самое яркое воспоминание о войне? Ну вот одно из воспоминаний. Мы жили в белорусском городе Пинске. Город чем характерен? Он окружён болотами. И поэтому, когда началась война, то немцы не могли пустить танки, а они спускали десанты и бомбили. Так получилось, что у нас должно быть открытие лагерей, потому что все летчики были в лагерях. И мы приготовились туда ехать, ждали автобусы, вдруг спускается лётчик, который был в санатории, и говорит, что вы стоите, посмотрите, бомбят. Рядом с нами находился артиллерийский гарнизон, и там были взрывы уже слышали. Но мы по наивности подумали, что это уже начинается демонстрация представления для нас в лагере. И началась война, нас всех детей и всех взрослых отвезли в город, чтобы оттуда можно было сесть в эшелон и уехать. Извини, а твой отец, мой прадедушка, он был лётчиком, да? Да, он был бомбардировщиком, штурмом бомбардировщика. Да, они все были в лагерях. А его с вами не было? Никого не было, один был у нас военный. Он пока доставал нам автобус, всё, нас вывезли в город. А потом решили, ну что же, мы остались без всего, хотя бы документы взять и что-то тёплое, потому что было понятно, что нас будут эвакуировать. И моя мама взяла брата, который был старшим на 7 лет, и поехала с ним в этот. А мы остались в городе. В это время подали эшелон и сказали немедленно всем, значит, погружайтесь. Извини, а эшелон это поезд или... Ну, это был поезд, целый поезд. И нас было четверо детей. Девочка 13 лет, самая старшая, я 9, мальчик 6, девочка 5. Ну, нас привезли, где-то были родители, а в основном были дети без родителей. Мы привезли на вокзал и стали требовать, чтобы мы погружались, говорили, погружайтесь. Только мы начали погружаться, как начались бомбёжки и взрывались все боеприпасы, которые находились возле аэродрома. Нам стали кричать, выгружайся. И мы, маленькие дети, полезли на высокие платформы, выгрузились, опять стали кричать, загружайся. И вот мы так бегали без конца, наконец погрузились в тёмный поезд. И он тронулся. Машинист был очень, наверное, опытный. То он быстро шёл, то он останавливался, то он прятился назад. А нас бомбили, бомбили и бомбили. Поезд был в темноте, не зарыгались нигде огни. Страшно было? Страшно было. Мы четверо прижались, в углу сидели. Взрослых нет, одни дети. Конечно, страшно. То есть вас разлучили с родителями. Да, да. И мы наблюдали, в это время наблюдали бой нашего истребка с немецкими самолётами. Мы не знали тогда, что это за самолёты. Это, вероятно, были мистершмиты. И он, конечно, героически с ними сражался, но силы были неравные, и он погиб. И вы это видели? Мы это видели. В это время по поезду, по вагону шла женщина. Она меня увидела и сказала, а где мама? Я говорю, а мама поехала с Шуриком взять что-нибудь тёплое. Она пошла, привезла нам буханку чёрного хлеба, и мы четверо сидели и её ковыряли. Я этот день никогда не забуду, потому что была ночь, а вот от взрывов, от свиста бомб, которые до сих пор у меня в ушах, было страшно. И светло, как днём, кругом всё взрывалось, свистело. То кричали, погружайся, то кричали, выгружайся. Мы бегали, бегали, бегали. И, наконец, эшелон тронулся. Он шёл к гомелю. Это в Белоруссии? В Белоруссии, да. И туда, оказывается, и лётчики. И мой папа туда поехал, потому что разбомбили все самолёты ещё на аэродроме. И все лётчики бежали, как дети рыдали, не могли набежать даже за самолётом, потому что всё разбомбили, и они оказались без самолётов. И они двинулись к гомелю. Ты говорила, что было четыре эшелона с детьми, и все четыре дошли? Нет, было четыре эшелона, как говорили, маме моей сказали, что все разбомбили. Один только уцелел, и уцелел – это наш. И то есть все люди, все дети, которые были в трёх других эшелонах, они погибли? Да, погибли. Привезли нас в гомель, сдали в дом матери и ребёнка. И эта женщина из родительского комитета сказала, сидите, никуда не выходите. Потому что если мамы будут ехать, они сюда, они не милуют гомель. И вдруг она бежит и кричит, Воропаева, твоя дочь жива, Воропаева, твоя дочь жива. И я вспоминаю, как мама, как в кино, с одного конца платформы бежит. Я с другой бегу, спотыкаясь, реву, смотрю. А она схватила, прижала, сказала, никуда не пущу, никуда не пущу. Вау, как здорово. Вот. После этого нас распределили, кто куда поедет эвакуироваться. Мы записались на Кавказ, и хорошо, что вы туда не попали. Потому что всех семей военных там расстреляли в станице. И нас отправили на Волгу. И мы 10 суток ехали в телячьем вагоне. Но это уже другая история. Большое спасибо, дорогие друзья. В следующем видео моя бабушка Эмма Васильевна расскажет о ещё одном воспоминании о войне. Подписывайтесь на мой канал. Пока. Субтитры подогнал «Симон»